Министерство здравоохранения Республики провело мониторинг стоимости лекарственных препаратов из списка жизненно важных. Цены в первом квартале 2016 года выросли на полпроцента. Сколько на самом деле стоят лекарства и достаточно ли их в аптеках, сегодня решил узнать глава Республики Михаил Игнатьев. В Республике на фармацевтическом рынке работают почти полтысячи аптек, как государственной, так и негосударственной формы собственности. Михаил Игнатьева в первую очередь интересовала, есть ли в аптеках список жизненно важных препаратов и предлагают ли фармацевты покупателям недорогие отечественные лекарства. В специальный перечень жизненно необходимых и важнейших внесено 646 номинований. Аналоги есть российского производства и они в 10 раз дешевле. Но есть именно фармацевтическая позиция, что для нашей категории покупателей мы предлагаем в первую очередь именно аптечного производителя, то есть несколько дешевле. Министерство здравоохранения Чуваши с прошлого года ведет работу по информированию жителей Республики о лекарственных препаратах с замороженными ценами, которые контролирует государство. В аптеках были организованы так называемые витрины жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Кроме того, всю информацию о них можно получить и в интернете, используя сервис «Спутник». Михаил Игнатьев поинтересовался у директора фармации, почему пустуют витрины над кассами с вывеской «Обслуживание инвалидов и участников Великой Отечественной войны». Кроме того, в аптеке и фармации на улице Бондарева нет условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Михаил Игнатьев отметил, что доступная среда здесь организована формально. По проложенным на лестнице пандусов невозможно безопасно подняться или спуститься на инвалидной коляске. По данным мониторинга цен на жизненно важные препараты, рост в 2016 году небольшой, всего полпроцента. Стоимость лекарств из списка под особым контролем руководства Республики. И эта работа будет продолжена. Минздрав организовал специальную горячую линию по вопросам льготного обеспечения лекарственными препаратами. «Сегодня государственная позиция и президента Российской Федерации, и провинции Российской Федерации обозначена. Мы в регионах, независимо от того, это государственная сеть или частная сеть, отслеживаем, во-первых, чтобы не было необоснованного роста цен на лекарственные препараты. Прежде всего, это на жизненно важные и необходимые лекарственные препараты». Михаил Игнатьев сразу после посещения столичных аптек решил проверить, как организована уличная торговля и как убраны улицы микрорайона. На улицах рядом с аптеками грязные урны. Михаил Игнатьев дал распоряжение столичному главе администрации Алексею Ладыкову установить здесь новые. На Московском проспекте, в районе остановки улицы Афанасьева, Михаил Игнатьев поинтересовался условиями торговли на организованном мини-рынке. «Удобно продавать излишки своей произведенной продукции? Удобно. Дачного отчастка и не там сагрода. Только на весу у вас здесь нет? Нет, что там на весу надо делать? Там вот на весу еще. Удобно. Вот сейчас я с людьми пообщался, отзываются очень хорошо про вас, потому что качественная, экологически чистая продукция, то, что продается, надо еще здесь, конечно, несколько мест сделать». Вся продукция здесь местная. Лук, например, выращен в Чебоксарском районе. И от покупателей нет отбоя. Единственное, обратился Михаил Игнатьев к ситименеджеру Алексею Ладыкову, необходимо создать условия продавцам, чтобы и во время дождя им было удобно. Довольно жители ближайшего микрорайона и организованной торговлей свежей продукцией Маргаушской птицефабрики. А вот в супермаркете поблизости глава республики местных продуктов не нашел. Продавцы объясняют, что поставщики их пока не привезли. Возникли претензии у Михаила Игнатьева и к состоянию дворовой территории. Лестница в подъезде сломанная, во дворе и на автостоянке мусор. Его сделали специально так, чтобы вода брызгалась. Скоро стена отвалится, потом трещина пойдет. Никому не надо. Вот это наше безхозяйство. Глава республики рекомендовал руководству столицы взять под контроль качество работы управляющих компаний. А также строже следить за тем, чтобы местная продукция присутствовала на всех прилавках. Это соблюдение интересов и производителей, и покупателей. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Сергей Рябчиков. Республика.